Конкурс Евровидения, чему вас научил всю вашу группу, вас лично? Насколько жесткий это было, вот по-человечески? Насколько сложно было после этого, после конкурса? Конкурс Евровидения в очередной раз доказал, что если у тебя есть какая-то твердая позиция или стержень внутри тебя, то тебе ничего не страшно. Вот, чему он меня точно научил? Вот представьте себе... Как это даже правильно сказать, я не знаю. Представьте себе тусовку, в которой вы белая ворона, вот, и все пытаются вас перемазнуть, да, переманить на свою сторону, чтобы вы тоже были заражены этим вирусом. А мы всячески извивались, как змеи, и не давали себя ужалить. Поэтому для нас, ну, это колоссальный опыт общения и проведения определенных действий, направленных на расширение аудитории, но в то же время... Вот, меня конкурс Евровидения в очередной раз дал мне понять, что это совершенно не моя тусовка. То есть для меня конкурсов, как не было до Евровидения, так и не будет в дальнейшем. Я терпеть не могу конкурсы. Я никогда не сидел на кастингах. Я никогда не пытался ни с кем соревноваться в творческом плане. Считаю это глупым абсолютно. Как нас угораздило поучаствовать в этом конкурсе, я пока даже ответить не могу. Но вот как-то так из-за фана какого-то мы на это согласились и вляпались. Поэтому... А еще конкурс Евровидения меня научил тому, что ром лечит от боли гораздо лучше, нежели все остальные препараты. Потому что ровно за несколько часов до выступления в финале у меня схватило спину, защемило нерв, и я не мог разогнуться. И приезжали какие-то остеопаты, мне обкололи всю спину какими-то страшными лекарствами, а я по-прежнему не мог разогнуться. А на территорию вот этого вот, собственно говоря, комплекса самого нельзя проносить алкоголь ни в коем случае. Но Юля, мой верный товарищ, директор и сестра, каким-то образом пронесла бутылку Рома. И все, я выступил. Помогло? Да. Если вы четко понимаете, к чему вы идете... И вот представьте себе, что если бы на нашем выступлении я там сложал... Ну, не попал в ноты. Или голова, которая стояла на сцене, упала. Или, я не знаю, рассыпалась ударная установка, или там еще что-то произошло. Я бы переживал, думал, блин, как так случилось, мы облажались. У нас было крутое выступление в финале. Негативные отзывы были бы в любом случае. Какое бы место мы не заняли. И кто бы не был на нашем месте. Таяна, Меловин, Эпполитс, или Дай дорогу, или еще кто-то. Не имеет значения кто. Вот кто бы не был на нашем месте, негативных отзывов было бы гораздо больше, нежели позитивных. Потому что это наш менталитет, мы так привыкли делать. Но я их не читал. Более того, я даже позитивных не читал. Вообще не очень читаю отзывы. Вот. Больше всего почему-то переживают родные и близкие. И вот каждый раз, когда я встречаю свою бабушку, у меня потрясающая бабушка. Она научила меня играть на фортепиано. Ей 80 лет. Я приезжал недавно проведывать ее в Белую Церковь. Она целый день проговорила про это Евровидение. Женя, ты представляешь? Вот это вот, они, представляешь, вот это вот, вот сволок, все там было договорено. И, Ба, успокойся, пожалуйста. А их прямо это цепляет. Но мне этого чувства не понять. Потому что ровно после финала, после того, как у меня прошло похмелье на следующий день, мы сразу переехали на студию и начали ее строить. У нас даже не было ни единой возможности и желания обратить внимание на то, что произошло, почему так произошло. Мы когда как-то особо не парились вообще.